Талантливая актриса Мария Куликова, очаровательная блондинка с лучезарными глазами, снялась в сотне различных картин. Мария не собирается снижать темпы своей работы или останавливаться на достигнутом. Главная амплуа актрисы — честная и преданная женщина. Но Марии интересны разноплановые роли, поэтому она редко отказывается от предложений режиссеров. Дебют актрисы состоялся в телесериале «Поворот ключа», роль Лены Рогозиной была эпизодической. Мария Куликова вспоминает это время, «Помню, с каким ужасом в первый раз пришла на площадку, боялась подвести, когда говорят, снимаем с одного дубля, и нужно успеть попасть в свет, сказать текст, вовремя повернуться на камеру». Очень часто поначалу речь идет даже не об игре, а как выполнить сложную техническую схему. Мария Куликова участвует в сериале «Простые истины», который шел на экранах с 1999 по 2003 год. Несмотря на то, что роль Марии нельзя назвать главной, ее героиня запомнилась зрителям и понравилась режиссерам. В том же 1999 Мария играет в детективной ленте Егора Кончаловского «Затворник», а следом в художественном фильме Сергея Газарова и Андрея Малюкова «Империя под ударом» и детективном сериале Сергея Снежкина и Евгения Аксенова «Убойная сила 3». Работа в этих проектах заняла у нее два года. Своей первой заметной ролью актриса считает главную роль царевны из сказки «Лесная царевна». Все в фильме гармоничные сюжеты, костюмы и музыка. После просмотра остается приятное послевкусие веры в чудо, дружбу и любовь. Классный фильм особенно для любителей фольклора и мистики. В этом же году снимается в драме «Ландыш серебристый», ироническом детективе Даша Васильева, любительница частного сыска, и ситкоме «Моя прекрасная няня». Благодаря удачному старту, молодую актрису заметили Владимир Краснопольский и Валерий Усков, выбирающий артисток для главной роли в мелодраматическом сериале «Две судьбы». В 2002 году Мария Куликова приступила к съемкам, которые, собственно, стали поворотным этапом в жизни начинающей артистки. Этот сериал, можно сказать, вошел в ее жизнь, в буквальном смысле. Так, первую часть «Двух судеб» снимали, прямо в квартире родителей актрисы, поскольку в помещении, как требовал того сюжет, полностью сохранилась обстановки 70-х годов. Мария Куликова о съемках «Двух судеб» вечером съемочная группа уезжала, и мои родственники ходили среди камеры осветительных приборов, для них это стало приключением, и мне было смешно. Сижу на своем диване, по левую руку, Дмитрий Щербина, отец Степан, по правую, Лика Вольская, мама Лида, и я играю их дочку. В своей собственной квартире лучшие роли Куликовой связаны с жанром мелодрамы. Так сложилось, что типаж актрисы востребован режиссерами на этом поле. Мария проснулась по-настоящему знаменитой после этого сериала. Она блестяще раскрыла образ Нади, хотя с самого начала пробовалась на роль Веры и мечтала о ней. Роль Веры исполнила не менее блистательное, но более известное на тот момент актриса Екатерина Семенова, а также во время съемок Куликова, встретила своего будущего мужа Дениса Матросова. Совместная работа над фильмом привела к тому, что на экране был создан правдивый образ влюбленной пары. Проект этот пользовался успехом. На протяжении следующих пяти лет Мария Куликова снимается в продолжении сериала. График работы Марии становится все более плотным. В 2005 году выходит еще две работы с актрисой в главной роли, сериал «Воскресенье в женской бане», серия «Горе от ума», где актриса играет в паре с Борисом Невзоровым. Блестящим исполнением запомнилась зрителям роль доктора хирургического отделения в сериале «Склифосовский». Там коллегой по съемочной площадке стал Максим Аверин. Журналисты даже долгое время приписывали актерам служебный роман, но слухи не подтвердились. Доктор в исполнении Куликовой появляется только во втором сезоне «Склифосовского», но быстро завоевывает любовь зрителей. Теперь при обсуждении продолжения нет и речи, чтобы исключить этого персонажа из перечня главных героев. Мария Куликова с удовольствием продолжила бы и дальше играть врача. «Склифосовский, один из моих любимых сериалов, говорит актриса, сделан очень качественно. Все актеры старались, их консультировали настоящие врачи скорой помощи, следили за каждым движением артистов, чтобы все выглядело достоверно». Многие истории основаны на реальных событиях. Что касается моей героини, то сперва она совсем не думала о замужестве и даже не желала слышать о детях, и все же постепенно сценаристы ее отчеловечили. Марина Нарочинская захотела простого женского счастья. Красивая, гордая и неприступная героиня, своим характером она могла посоперничать с любым мужчиной. Мария Куликова органично вписалась в актерский состав этого телесериала и снялась уже в нескольких его сезонах. Сама актриса говорит, что данная роль ей далась совсем нелегко, ведь характер актрисы абсолютно другой, жизнерадостный и веселый. На съемках этого сериала вместе с мамой часто присутствовал и сын Марии, двухлетний Иван. Мальчик быстро стал любимцем актеров и остальных членов съемочной группы. В 2005 году выходит сериал «Сестры по крови» об одной девушке, построившей самостоятельно свою карьеру. Эта девушка, Ника, в течение сериала обрела двух сестер, одну по отцу, а вторую по крови, она попала в аварию и выжила благодаря переливанию крови. В общем, сюжет там закрученный местами даже острый, психушка, тюрьма, любовь, измены, все есть в этом сериале. В 2006 году Мария участвует в фильме «Рельсы счастья», ее героиня-проводница Надя. Каждая серия фильма – это рейс, это встреча с новыми пассажирами, а значит новые судьбы, новые жизненные истории, новые проблемы, которые будут разрешаться у нас на глазах, прямо в поезде. Мария Куликова как всегда прекрасна в фильме «Аферисты» 2007 года, в фильме легкий, занимательный сюжет, смешные персонажи и ситуации, позитивное и интересное кино, при просмотре можно отдохнуть и от души посмеяться. В 2007 году актриса участвует в фильме «Белка в колесе», в основу этого сериала легла история 28-летней Ирины Белкиной, которую играет Мария Куликова, она погрязла в рутине, у нее скучная работа продавца в книжном магазине, и апатичный муж. Устав от такой жизни, Ирина решает уволиться, развестись с мужем и устраивается в авиакомпанию стюардессой. Также в 2007 году актриса, участвует в фильме «Дело было в Гавриловке», ее героиня Катя. Самое главное, в этом фильме, есть то, чего сейчас не хватает в кино доброта, и реальный добрый юмор, где-то на Урале затерялся маленький городок Гавриловка, старинные избы, хрущевки, самострой вокруг речки и озера, чудные места, охота, рыбалка, грибы и ягоды. Здесь люди живут неспешно, все знают друг друга, однако и тут кипят нешуточные страсти, а посему вечно происходит что-то из ряда вон выходящее. Каждая серия начинается с чрезвычайного происшествия. Чувствуя в себе силы и востребованность в качестве актрисы, Куликова не позволяет себе ни секунды свободного времени, посвящая все свои силы только съемкам и работе. В 2007 году вышел еще один фильм с Марией в главной роли, она сказала «Да». Этот фильм относится к жанру мелодрама, но я считаю, что это позитивная мелодрама, ведь в ней присутствует масса смешных эпизодов. Все события, происходящие в сериале, будут связаны с тремя друзьями и тремя подругами. Мария Куликова с успехом исполнила роль одной из трех подруг Татьяну, а ее друга, Игоря, играл красивый и замечательный актер Андрей Чернышев. Мне их пара очень понравилась, тем более, что актеры уже ранее вместе снимались в кино. В фильме 2008 года, актриса в роли Натальи Киселевой в фильме «Разрешите тебя поцеловать». Это кино для всей семьи. Замечательная армейская комедия, про любовь. Следующий фильм «Своя правда» 2008 года, это жизненная и трогающая душу история Марины, которую играет Мария Куликова, еще молодая женщина, а тяготы, которые свалились на нее, сделали из нее заблаговременно старушкой. Четыре серии содержат в себе интригу, переживания, эмоции. Вышедшая в 2009 году картина «Доярка из Хацапетовки» принесла и без того востребованной актрисе новую волну оглушающей популярности. При создании сериала «Съемочная группа» продемонстрировал креативный подход к решению задач, тайгу успешно заменили лесами под Киевом, а главные героини Куликовой и Евгении Осиповой научились доить коров. Проект продемонстрировал высокий рейтинг и растянулся на четыре сезона. В фильме «Десантура» героини Куликовой Зоя. Интересная тематика фильма, сюжетная линия построена грамотно и профессионально. Фильм о ребятах-десантниках, об их дружбе, взаимоотношениях, любви, семейных отношениях, а также и об их нелегкой, военной службе. Женщина. Зима. Фильм о том, как превратить женщину-зиму в женщину, весну, картина о прекрасной женщине, враче Полине Мороз, которую играет Мария Куликова, оставшейся без любимой работы в деревенском фельдшерско-акушерском пункте и вынужденной работать на почте. Чаще мелодрамы смотрят женщины, но и мужчинам этот фильм будет полезен, они смогут узнать, как растопить холодное женское сердце. Фильм «Допустимые жертвы» 2009 года о том, что бывает, когда люди решают судьбу другого человека. Еще одна история любви. Все события в кинокартине построены на том, что проверяется настоящая любовь главных героев этой киноленты. Просмотр фильма оставляет приятное впечатление. В фильме с приветом, Казаностра Мария Куликова как и всегда играет блистательно. Жизненные мелодрамы особенно удаются ей, искренность, открытость в каждом кадре, это так привлекает зрителей и располагает к просмотру фильма. Казанострой. Настрой окрестили местные жители Марию, героиню Марии Куликовой, за строгий, вспыльчивый, прямолинейный и сильный характер. Сюжет фильма строится вокруг главной героини, и ее отношение к жизни, к окружающим ее людям, в некоторых моментах сюжет очень эмоционален. Судьба будто проверяет Марию на стойкость, чтобы в итоге щедро вознаградить за все те испытания, которые выпали на ее женскую судьбу. Фильм Рябины гроздья алой романтично-семейная картина. В центре внимания судьба Насти, которую играет Мария Куликова. Настя, такая красивая, отзывчивая, обаятельная. И рядом с ней появляется благородный мужчина Сергей, которого играет Евгений Дятлов, во всех отношениях очень положительный, кроме того по профессии он гениальный хирург. И у них конечно начинается роман. Но не так все просто, не обошлось без коварства и интриг. Победит ли их любовь? Каждый человек в этой жизни заслуживает счастья. Фильм Я счастливая просто великолепный, это кинокартина о семье, в которой есть свои проблемы. Муж, ищущий высокооплачиваемую работу, жена Наталья, героиня Марии Куликовой, у которой трое детей, она полностью погрузилась в бытовую жизнь. С помощью интернета, она находит свою давнюю подругу Екатерину, которая приезжает в гости и круто изменяет ее жизнь. Но Екатерина сама меняется, ведь она понимает, что такое иметь семью. Фильм настолько добрый и светлый, что хочется смотреть его каждый день. Сюжет фильма великолепный, актеры сыграли замечательно. Просмотрев фильм до конца, хочется просто сказать, я счастлива. Фильм Голубка. В течение десятого года будто делится на две части, в одной части первой героини Марии Куликовой, еще очень молодая девушка, второй половине она уже зрелая женщина, успешная карьеристка. Фильм достаточно глубокий, в нем поднимаются серьезные нравственные проблемы, и пусть не в первый раз, но все равно к месту, лишний раз ставится вопрос, а имеют ли право любящие родители, абсолютно все решать за своих детей, без церемонов торгаясь в их жизнь. Ведь позже их неправильные решения и действия, могут сломать жизнь уже выросшим детям. Жизненный и правдивый сериал. Следующая главная роль актрисы в мелодраме – «Золотые небеса». Сюжет довольно прост. Красивая женщина, героиня Марии Куликовой, воспитывает дочь. Денег не хватает, в то время, как отец этой самой дочери богач. Дочь сбегает к нему жить, но не все так сладко, как ей может показаться. Она думает, что нашла те самые «Золотые небеса» из книжек, но оказалось, попала в сети реальной жестокой жизни. В фильме «Лето волков. Время действия» 1944 год, незабываемое впечатление жизненной наполненности, оставляет персонаж Марии Куликовой, очень убедительно сыгравшей разлучницу Варю. В неожиданной драматической сцене, когда Иван, поначалу увлекшийся ею, в конце концов разоблачает Варю, как связную бандитского отряда. Фильм «Это моя собака» интересен своей непосредственностью, легкостью, даже простотой. Главные роли исполнили Мария Куликова и Андрей Чернышев. Фильм, где у хозяев живут любимые животные, благодаря которым их жизнь становится совсем другой, иногда нам кажется, что мы все в жизни решаем самостоятельно, но на самом деле все события в нашей жизни – это следствие наших поступков, мыслей и обстоятельств, из которых и складывается наша судьба. Дуэт Марии Куликовой и Олеси Жураковской – восхитительная идея авторов. Смотреть и слушать этих потрясающих женщин – истинное удовольствие. Работоспособность Куликовой удивляет, ведь с каждым годом она снимается все больше и больше. Мария бывает задействована сразу в десятки картин, при этом играет главные роли. Актриса не считает работу в сериалах недостойной, внимание хорошего исполнителя. По ее мнению, любой сюжет должен быть рассказом с душой. С годами амплуа Куликовой не меняется, все та же любящая, понимающая, сильная сторонница справедливости. Фильм «Его любовь» 2013 года чудесный, он добрый и жизнеутверждающий. В главных ролях снимаются Мария Куликова и Константин Соловьев. В сериале показывается жизнь двух друзей врачей. Их дружба очень крепкая и надежная, но все изменит болезнь, но любовь лечит и чудеса случаются. Очень красивый сериал, с Куликовой «Слишком красивая жена» 2015 года. В этом фильме показано, что такое настоящая семья и как нужно в ней поддерживать друг друга. Интересно наблюдать за новой жизнью семьи, которая вынуждена переехать жить в Москву из-за дочки танцовщицы. Это фильм о крепкой семье, которую ничто не сможет разрушить. В киноленте задание особой важности, операция «Тайфун», героиня Марии, Серафима Брынская, это отличный военный фильм. В центре сюжета, будет одна из групп наших советских разведчиков-диверсантов. Перед ними будет поставлена достаточно сложная и практически невыполнимая, боевая задача, но им это необходимо будет сделать любой ценой и выполнить приказ. Главная роль у Марии Куликовой и в фильме 2013 года «Ожерелье». Сюжет фильма завязывается, когда главную героиню, лаборантку, приглашают на встречу одноклассников. Конечно же ей не хочется признаваться о неудачах в карьере, любовных отношениях и тогда она, при помощи богатой подруги, выдает себя за богатую и успешную леди. Вот случилось страшное, у нее украли дорогое ожерелье, принадлежащее подруге. Что же предпримет она? И найдет ли она свою любовь? Не забывайте подписываться на канал Аллея Звезд, чтобы быть в курсе самых интересных событий из жизни артистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова